В звучании группы The Trox, сокращение от троглодиты, действительно было что-то пещерное, дикое, сырое. Недаром этот британский коллектив называют предтечей того хулиганского стиля, который в середине 70-х назовут панк-роком. Имиджу панк-рокеров способствовало и то, что участники Trox были простыми работягами из Хемпшира. Они работали на стройке. Переломный момент наступил, когда продюсер Trox Ларри Пейдж отыскал для группы песенку американского сонграйтера Чипа Тейлора под названием «Wild Thing» — «Дикая штучка». К тому времени ее уже записал и выпустил американский коллектив The Wild Ones, но песню никто не заметил. Впрочем, она была настолько незатейлива, что даже сам автор не воспринимал ее всерьез. Монотонная, на трех аккордах, с не особо глубоким текстом, где герой без особых политесов заманивает в постель горячую девчонку. Однако продюсерское чутье Ларри Пейджа подсказало, что его подопечные смогут сделать из этой штучки что-то по-настоящему дикое. В феврале 1966 года Пейдж снял студию для записи оркестра, а парней из Trox оставил мерзнуть в автобусе в надежде, что для них останется лишнее студийное время. В итоге на «Все про все» группе осталось лишь 45 минут. Пока троглодиты настраивались и разогревались, на запись осталось и вовсе минут 15. Вот однако за это время ребята успели записать не только «Well Thing», но еще и собственную песню «With a girl like you». Пейдж устроил молодым рокерам бесплатную запись, совершенно не надеясь на успех выбранной песни. Он хотел просто их приободрить и дать возможность поверить в то, что их музыкальная карьера потихоньку раскручивается. Однако неожиданно для всех песня, сыгранная одервенелами от мороза пальцами и спетая с одного дубля начала быстро подниматься в списках популярности. Новость о том, что «Wild Thing» добралась до восьмой позиции в национальном чарте Великобритании. Солист троглодитов Редж Бол услышал на стройке, где по-прежнему клал кирпичи. «Ну вот и все теперь», — сказал он своим коллегам-пролетариям, и, бросив мастерок, тут же уволился. Но на восьмой позиции песня не задержалась. В Британии она добралась до второго места, а в США и вовсе возглавила национальный хит-парад. Что же привлекло слушателей в этой примитивной композиции в далекий и богатый нам музыкальное открытие 1966 год? Ну, во-первых, трогс воспользовались принципом «чем громче, тем лучше», исполнив нечастые три аккорда и так называемую лирику, предельно тяжело и варварски просто грубо. Кроме того, группа добавила в песню еще две интересные фишки. Одна — это неожиданные паузы, подслушанные троглодитами у Элвиса Пресли в «Heartbreak Hotel», а вторая — соло на окарине, глиняной флейте-свистульке, чего никто из рок-музыкантов до них сделать не додумался. Дополнительные очки хиту «Трокс» добавила зубодробительное исполнение «Wild Thing» Джимми Хендриксом на Монтерейском фестивале 1967 года. В начале выступления Хендрикс объявил эту песню британско-американским объединенным гимном, а в конце совершил знаменитое публичное сожжение своей гитары. Сегодня «Wild Thing» считается одной из жемчужин рок-н-ролла. А мораль этой истории я бы определил так. Для того, чтобы попасть в музыкальную историю человечества, иногда нужно всего три аккорда и 15 минут чужого времени в студии звукозаписи. Для тех, кто будет смотреть этот сюжет на страничке нашей радиостанции в Facebook или YouTube, ссылку на песню ищите под названием этого сюжета. А сейчас обещанное «Wild Thing» от группы «The Trunks». Звучит cheek»